В новом зале к новым победам. В Махачкале состоялось открытие специализированной школы грепплинга. Вместе с почетными гостями кузницу чемпиона осмотрел и наш корреспондент Курбан Рагимов. Спортивный клуб Агат, более известный для всех своим старым названием ДЦЦ, за 9 лет своего существования сменил немало тренировочных залов. Теперь грепплеры обрели свой собственный дом. Общая площадь объекта около 600 квадратных метров. Сюда входит оборудованный спортивный зал, раздевалки, душевые. Здесь же выделено помещение для офиса Республиканской Федерации грепплинга. На сегодняшний день я лично имел такую мотивацию создать такой зал, в котором я буду уже с самого начала, с самого возраста готовить молодое поколение. Молодое поколение – это наше будущее. Для чего? Для того, чтобы эти ребята в последующем, уже на международном уровне, во взрослой жизни могли показать тот потенциал, которым обладает наш Дагестан. На самом деле, когда у тебя нет своего дома, как бывает постоянно, то с одной, то со второй стороны переходишь. А тут и свой дом, и такой евроремонтом, да? Очень хорошее. Вы сами видите, на каком уровне мы все этот зал подготовили. И, надеюсь, соответственно, сюда уже приходишь, я думаю, и отдаваться больше будем, да, и больше выкладываться, и желание будет у ребят тренироваться, и больше ребят будет сюда приходить, заниматься. Этим самым мы сможем и с улицы ребят вытащить, чтобы занимались нормальным, да, спортом, чтобы развивались. Грепплинг в виде единоборства, который совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. В этом спортивном направлении исключено нанесение ударов, но допускается применение болевых и удушающих приемов. Интерес к грепплингу в Дагестане достаточно широкий. Об этом свидетельствуют высокие результаты наших воспитанников. Картина вот такая, статистически, если ее разложить, получается, что больше половины сборной России – это Дагестан. Россия является самой сильной грепплеровской страной в мире, и в итоге получается, что Дагестан – самый сильный в мире. Открытие новой школы посетили спортивные функционеры и другие почетные гости. Обращаясь к воспитанникам, говорили об успехах дагестанских грепплеров на мировом уровне. Было отмечено, что в относительно новом для нас виде спорта местными единоборцами завоеваны десятки чемпионских титулов. Руководителем клуба со дня его основания является Гаджи Мурад Абдулаев. В его адресе прозвучало множество теплых слов и пожеланий. В первую очередь хотел поблагодарить Гаджи Мурада, что он проводит большую работу. Он в маленьком спортзале провел много тренировок, у него уже свои филиалы. У него тренируются как Марат Гафуров, Рамазан Немеев. Благодаря ему наши бойцы уже выступают в ЕСИ. Мураду огромное спасибо. Он почти как локомотив этого движения в Дагестане. То, что нам приносят медали, надо делать на это особенный упор. Грэпплинг – это одна из визитных карточек Дагестана. И в мире набирает обороты и популярность. Грэпплинг, БЖЖ. Так что огромное спасибо ребятам. И будем отслеживать их дальнейшие успехи тоже. Новый зал оснащен для занятий разными видами спорта. Установлена клетка для бойцов ММА. Имеются боксерские груши. В ближайшее время будет запущена зона для кроссфита. Кроме того, здесь будут проводиться занятия по вольной борьбе и смешенным единоборством. Одновременно тренироваться в зале смогут порядка 50 человек. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.